ручек просто нет ну как он может сработать если это все отключено чем здесь занимались строитель занимались фигней мы так сдадим дом как я вообще должен понять куда мне идти мое кудрово криво косо почему даже здесь хотя бы на первом этаже не сделать ровно ну не они же здесь купили квартиру вот я не знаю куда она здесь уйдет жильцам заявку подавать что это вообще такое обратите внимание какие наплывы бетона я здесь этих садов не вижу а дальше он уже работает с вами по накатанной вот у меня в таких комплексах когда я вот это все вижу друзья добрый день я андрей артемов сегодня мы с вами находимся в кудрово и посмотрим недавно сданный объект называется айди кудрова одним из архитекторов жилого комплекса является юка тиканин эффективное проектирование для максимизации прибыли так написано на сайте архитектора и этим все сказано вы сами знаете чем меньше студии однокомнатных квартир тем комфортнее жить их меньше продают и меньше сдают я сложил и разложил квартиры по номиналу из проектных деклараций застройщика и получил следующие результаты студии однокомнатные квартиры занимает 70 процентов от общего числа квартир двухкомнатных квартир 21 процент трехкомнатных квартир 8 процентов четырехкомнатных квартир всего лишь 30 штук при общем количестве квартир четыре тысячи пять штук чтобы сдать застройщику комплекс нужно не только подключить его к ресурсам построить спортивные детские площадки но обеспечить определенным процентом жилых помещений парковочными местами но не бесплатно конечно по информации с проектной декларации застройщика в подземном паркинге будет 232 машина места гостевых парковочных мест будет 442 машина места машина места поэтому в этом комплексе стоит от 1 миллиона 400 тысяч рублей а кладовку можно приобрести от 200 14 тысяч рублей заявленная проектная высота в квартирах 3 метра что меня лично порадовало квартиры в комплексе представлены от студии до четырехкомнатных квартир на момент съемки однокомнатную квартиру можно приобрести от 5 миллионов 600 тысяч рублей со сдачей в первом квартале двадцать четвертого года а уже в сданном доме однокомнатную квартиру можно приобрести от 6 миллионов рублей напомню что застройщик квартиры сдает и передает в чистовой отделке последнее время мне клиенты сетут на то что на многих интернет-площадках специализированных по продаже недвижимости появилось большое количество фейков расскажу вам одну из удочек риэлторов примеру риэлторы есть продажи однокомнатная квартира в каком-нибудь из комплексов для того чтобы продать он размещает не одно объявление а делает сразу десяток объявлений а бывает и сотни объявлений на разных этажах с разной стоимостью разной площадью разным описанием это все только для того чтобы получить определенный поток заявок то есть вы обращаетесь а дальше он уже работает с вами по накатанной так что не удивляйтесь что когда после обращения по таким объявлениям вам начинает поступать шквал звонков по недвижимости и приходить спамерские смски так работают не только риэлторы но и агентство недвижимости и размер агентства не имеет значения я всегда внимательно рассматриваю фотоотчеты застройщиков перед съемками так примеру в перед съемками жилого комплекса верен village я тоже все смотрел и даже видео отметил классные ракурсы и внимание к деталям у фотографа застройщика здесь же друзья все наоборот крупные планы качество фото плохое и ничего в принципе не видно но даже среди этих некачественных ракурсов и фотографий я увидел оставшуюся опалубку на возведенных стенах и вот здесь у меня сразу вопрос куда смотрит технадзор застройщика вот отзовите технадзор застройщика пришлю и вам фото может быть тогда вы это увидите и исправите оплошность для чего друзья нужны фотоотчеты застройщика вы всегда в любой момент можете посмотреть на инженерные сети как возвели стены из каких материалов это сделано как застройщик сдает квартиры как подводили там горячую холодную воду и многое многое другое поэтому это очень важно и нужно и когда застройщик открыт когда ему нечего стесняться то у него есть фотографии как снаружи то есть видно сам объект что рядом находится не как знаете на рендерах застройщика все в лесу там реки озера красота по факту дома находится в полях вот поэтому всегда нужно на это тоже внимание обращать но и кстати если говорить уже о фотоотчете застройщика сам сайт застройщика работает у меня примеру долго и что-то там найти даже описание самого комплекса очень проблематично все как-то знаете такое ощущение что он из там девяностых двухтысячных этот пришел сайт фотоотчет застройщика всегда важен деталях чтобы посмотреть на инженерные системы на возведенные стены ну и на саму стройплощадку и порядок на ней для примера оставлю вам ссылку на стройплощадку юита лучше и качестве не стройплощадки я еще не видел 15 февраля 2021 года застройщик сдал первый дом 25 апреля 2022 года застройщик сдал второй дом саша я на стройке в первый раз можешь показать как строятся наши дома саж без проблем полетели идемте смотреть здание построены по монолитной технологии на свайном фундаменте стены обкладывают порезованным кирпичом главное отличие порезованного кирпича от обычного в его повышенных теплоизоляционных свойствах поэтому здание имеет высокий класс энергоэффективности б после на стены крепят базальтовый утеплитель штукатурят и окрашивают фасад за счет данной технологии долговечный главное чтобы все было сделано качественно межквартирные перегородки из паза гребневых плит часть стен к соседям из паризованного кирпича и здесь главное как хорошо застройщик зачеканит стык примыкания стены к монолитному перекрытию для обеспечения хорошей звукоизоляции есть технология так часть инженерных артерий можно проложить монолитных перекрытий но тогда это затронет проект и приведет к его удорожанию но застройщикам к сожалению это не надо так как проекты все делают под копирку изменив лишь фасады и входные группы вот он первый литер который сдал в конце февраля 21 года застройщики есть обратить внимание на фасад вот там уже видим что-то облезает также видны все вот эти стыки то есть обычно когда делают это качественно хорошо то этого не видно и штукатурный слой он однородный если обратить внимание вот на выступающие элементы балконов то вот видно как это сделано но если подойти ближе то первое конечно что бросается в глаза это вот примыкание обратите внимание как сделано криво коса осталась штукатурка его даже не удосужили снять если смотрите вот на эти места вот тоже видите обратить и сам криво коса по технологии специальная сетка на крепится вот здесь сам фасад начинается снизу и здесь он держит должен держаться на специальные планке вот здесь просто этого нет и потом соответствует мне попадала влага здесь проходят герметиком мы решили оставить так всё криво коса вот если посмотреть на отливы даже вот на первом этаже коммерческом все это видно но здесь видны здесь Видите, подмазали герметиком А здесь оставили все как есть Да, шумоизоляции понятно нет А здесь взяли, знаете, просто загнули, пена Вот видите, вот цоколь Есть вот такая щель И уже виден как раз этот поризованный кирпич И вот здесь, друзья, видно, что он расколот И его просто сюда забабахли А, и так пойдет Следующий момент, на какой я обращаю внимание Это озеленение Обратите внимание, здесь просто трава Здесь нет кустарников При этом на рендерах застройщика Просто райские сады Я здесь этих садов не вижу Сам цоколь, вот это покрытие Смотрится как в обычных домах Эконом-класса Хотя здесь застройщик позиционирует это как комфорт Ну вот здесь тоже, да, друзья Смотрите, да, вот как сделано Металл Уже все в ржавчине Вот так не должен быть открытый утеплитель Потому что это плохо Вот здесь он тоже виден И вот все вот это, видите, знаете Оно кроется в таких мелочах Но я надеюсь, здесь, наверное, есть вход Как-то ж нужно обслужить Нет Здесь аналогичная ситуация Но здесь, если обратить внимание, чуть лучше Не пожалели отделку цоколя Ну и раз мы с вами заговорили о цоколе Давайте поговорим еще об отмостке Отмостка Она делается для того, что когда вода стекает Вот сюда попадает То она по ней уходит дальше Чтобы она прямо вот туда под фундамент не текла Здесь мы с вами, друзья, видим асфальт Он, асфальт это пористый материал И он прекрасно пропускает воду Вышки ЛЭП, они далеко С верхних этажей на них прекрасный вид Ну и застройщик, конечно, обещал Вот видите, здесь у нас закрытая территория Там везде стоит забор Но чтобы сюда пройти Здесь не нужен никакой ключ Вообще ничего не нужно Потому что ворота что в первой, что во второй очереди открыты А на въезде в первенце застройщика Вот такая засохшая елка Два года гарантия на зеленое насаждение Поэтому, естественно, нужно обращаться Чтобы ее заменили Идет стройка соседнего литера И обратите внимание Вот она опалубка Вот она опалубка И я уверен, что ее никто не снимет Также вот здесь Сейчас увеличу камеру Обратите внимание Какие наплывы бетона Здесь и здесь Такое ощущение, что они начали строить ступенькой Дворовая территория Набивное покрытие Огромное количество углов И вот здесь видно Видите, трава не растет Люди всегда срезают углы И нормальные проектировщики Используя свой опыт Делают их вот такие полукруглые Ну, соответственно, чтобы на газонах не парковались Поставили грибки Здесь мы видим аналогичную ситуацию Здесь вообще нет ничего Кроме их Спасибо, хотя бы есть трава Урна Никаких тебе скамеек Небольшая спортивная площадка Баскетбольная площадка Внизу у нас, соответственно, находится паркинг Система дымоудаления Поэтому здесь ни деревьев, ничего не будет Потому что плодородный слой маленький Могли бы сделать больше Но это, соответственно, было бы дороже В строительстве данного паркинга И, соответственно, здания Детская площадка Раз качельки Два качельки Тут пару елочек там воткнули Кустики И что-то какие-то такие погибшие растения Все Ну, вот такой олень Или лось Медведь Ну, в принципе, все То есть двор достаточно Знаете, он такой простой Скудный Ну, и прикольно, да У тебя здесь играют Гуляют дети Здесь тащат опалубку Кран, соответственно, заходит На вот эту территорию Ну, я лично считаю, что это Не очень-то и безопасно Первые этажи занимают Коммерческие помещения Очень тяжело Вот здесь, знаете, вот так смотришь Сразу не понимаешь Где вход в дом Вот Почему-то назвали Это пара А, подъезд назвали Молодцы Хоть не парадная Ну, здесь мы видим вывеску Она практически в тон Уже выгнулась Штукатурка тут чуть немножечко отвалилась Здесь, видите, тоже он краску уже облазит Вот такое качество от застройщика Видим этажность Со второго по двенадцатый Потому что первые этажи коммерции Ну, самая недорогая система Допуска Ну, вот смотрите У меня метр семьдесят в прыжке Вот мне удобно вот здесь Вот так на этом уровне Прикоснуться ключом А не вот так наверх Зачем они так сделали высоко Честно говоря, непонятно Сим-сим откройся Ну, вот Друзья, у меня нет ключа Но это уже не работает Вот как так Заходим Красиво Все в плитке Наверху Ну, вот что-то наподобие грилята Но сделана по мне фигня Криво-косо Надо было делать нормальную гриляту У нее вот так извращаться При этом Плитка на гипсокартоне Большая Смотрится дорого Здесь есть колясочная Хоть здесь закрыто Но обратите внимание Вот надо Жильцам заявку подавать Что это вообще такое Пена немножечко торчит Ладно, бог ты с ним Главное, что дверь еще А, это алюминиевая Поэтому она не гниет Но вот здесь тоже Можно обратить Вот на такие мелочи Плитку положили Вот куска не хватило Как вы так все это рассчитываете Вообще непонятно Ну, здесь сразу отмечу Когда идешь с улицы Идет дождь Все, влага проходит туда дальше Потому что нет никакого приемка Куда, как правило, ставят нормальные застройщики Решетку, об которой мы вытираем ноги Ну, хотя бы есть вот такой тамбур Уже плюс Заходим Дом Обслуживает управляющая компания Бизнес-сити Дом Ну, здесь, слушайте, красиво Все вот так сделано Знаете, такой порядок Все аккуратно Закрыто так, что точно никто сюда не повесит Никакие Свои объявления Например, о смене управляющей компании Здесь какая-то информация Ну, слушайте, все так очень четенько Есть еще дополнительные места Куда что-то можно поставить Почтовые ящики Смотрятся красиво Широкие Нержавейка Краска Слушайте, ну классно сделано Смотрится стильно Забрал, обратите внимание Оно так красиво здесь выделяется И смонтировано По крайней мере здесь В одной группе нормально Ого Здесь мы видим Рукава пожарные Вот они, друзья И здесь он есть То есть классно Я вот, кстати Не помню Обычно они все полностью закрыты И непонятно, что-то есть или нет Здесь даже опломбировано И проходим в лифтовой холл Если его можно так назвать Айди Кудрова Кстати, здесь прохладно Мы видим грузопассажирский лифт Что мне нравится здесь Большое расстояние То есть сюда нормально Можно загрузить крупногабаритные предметы Даже измерить захотелось При помощи своего друга Помощника Почти 1,2 метра Вызываем лифт И поедем наверх Здесь мы видим сверху Обратите внимание, что есть указатель Понимаешь, что лифт на шестом На пятом этаже поехал вниз Пока ты его ждешь Здесь он, видите Для получения ключа доступа То есть какая-то информация То есть, слушайте Ну, молодцы Сделан неплохо При этом, друзья Я пока здесь ходил Обратил внимание на то, что здесь Стригут газоны Жители жилого комплекса Идеи Кудрово Пожалуйста, напишите в комментариях Как вы оцениваете Свою управляющую компанию Как она обслуживает Ваши дома Нравится вам или нет И по стоимости Здесь мы видим экран Вот не знаю Сами прилепили Или он здесь был Здесь, по крайней мере Нет никакой информации Так, сейчас посмотрим Что здесь в датчике Но лифт При этом очень интересно Что он расшит При этом люди делают ремонты Ну, вот видно, да Что он весь такой уже в царапках Я не знаю Это дети расцарапали Или строители пока что-то таскали Смотрится лифт хорошо Алекс лифт Если не ошибаюсь Это обычный китайский лифт Но скоро во всех наших домах Будут аналогичные лифты Так как Оттис уже покинул И все остальные Наш российский рынок 12 этаж Обращаю ваше внимание На то, что датчик установлен На всю высоту лифтовой кабины Если у вас есть маленькая собачка Когда она будет Заходите в лифт И ее все равно прищемит Так как датчик лифта не сработал Будьте аккуратны Датчик не работает Рекомендую жильцам Айди Кудрова Обратиться в управляющую компанию Для того, чтобы исправили По гарантии Видим с вами табло На котором указано На каком этаже находится лифт Окантовка лифта здесь выглядит Недорого В углу видим протечки Жильцам следует обратиться К застройщику по гарантии На конструктив дома Гарантия 5 лет На инженерные системы 3 года И на озеленение 2 года В соответствии с федеральным законом номер 214 Обратите внимание на электрический короб Ощущение, что застройщик не подрасчитал И просто воткнул его в угол Здесь находится какое-то дополнительное оборудование И на мой вкус Цвет ящиков не подходит к цвету стен Отделка стен лифтового холла выглядит дешево Ощущение, что нахожусь в панельном доме эконом-класса Цифра этажа не нарисована, а из пластика И смотрится нормально Отсутствуют указатели, где выход к квартирам, где к лестничному маршу А если ЧП, куда бежать-то Спасибо за амбразуру в двери Можно хоть видеть, что за дверью Забрал установлено неплохо Здесь аналогично неплохо смонтировано Но вот это что такое? Оцените, друзья, так нормально или нет? Я на планировках и рендерах застройщика не видел данной конструкции Здесь аналогичная конструкция, видно для симметрии Недорогие звонки Один замок входной двери Ручка нетипичная Сама дверь смотрится нормально Есть даже номер квартиры и глазок Датчик закрыт скотчем Полагаю, специально закрыли, чтобы не нажимали Но так делать нельзя Это нарушение требований пожарной безопасности На стенах лестничного марша аналогичная дешевая отделка Лестничные марши завода Поэтому они ровные, но не отмытые застройщиком Недорогая ограждающая конструкция с линолеумом сверху Но держится крепко Высота потолка в межквартирном коридоре чуть более 3 метров На предпоследнем этаже отсутствуют конструкции, которые мы видели с вами на последнем этаже Но зато видно, где проходит провод к звонку Здесь понимаешь, что из-за разного материала и высокого качества новостройки Образовалась вот такая трещина По гарантии обратитесь к застройщику, а не в управляющую компанию Чтобы в дальнейшем не было качелей, что управляющая компания не передала А застройщик не получил вашу заявку, а гарантия уже и прошла Здесь в углу мы видим аналогичный дефект Ощущение, что стены сместились навстречу друг другу Лифт едет на минус первый этаж в паркинг Поэтому, попытаясь счастья, спущусь туда и посмотрим, можно ли пройти, если можно Посмотрим, есть ли влага в паркинге Обычно застройщики делают классные входные группы на первом этаже Второй этаж и выше выглядит вообще очень скудно А про в большинстве случаев выход в парковку Этот, блин, как не знаю, в катакомбы какие-то зашел Сейчас посмотрим, что здесь сделал застройщик Это так же, как и второй этаж и выше Либо как первый, либо еще хуже Давайте смотреть Сим-Сим, откройся Так, это минус первый Ага, слушайте, здесь у нас прохладно Отделочка такая же Здесь видны следы влаги Вот они, вот они Это нужно все исправлять Грязь не отмыта, но зато есть рукава Ну, все открыто, понятно, зачем закрывать Так, а здесь у нас придется вот так держать Минус первый этаж Паркинг Большое количество уже машин Понятно, что без парковочного места здесь тяжело Но протечек издалека не видно Если они есть, друзья, напишите в комментарии Тут море, пойдемте сразу вам покажем Да? А вы кем являетесь? Я блогер, меня зовут Андрей Артемов Я хожу и рассказываю правду про все новостройки Расскажите, пожалуйста, а там управляющие, они говорят Обращайтесь к застройщику А зачем? Коммуналку платим-то? Если я должна к застройщику Ну, вообще, по гарантии, они правы Нужно обращаться к застройщику, но вот это жесть Ну, подождите, а коммуналку-то они с нас берут? Да, с нас берут Пускай они сами поясняют Ну, согласен тоже Значит, друзья, смотрите, как мне повезло Жильцы этого дома Сразу мне показывают самые классные Мы здесь только место А, вы место здесь выбираете Смотрите В нашем доме все прекрасно Слушайте, это вот отсюда Это сегодня еще убрали Вот отсюда Убрали, да? Да, потому что у нас мы сегодня по колено захотели Вот оно, обратите, место Это стык двух блок-секций Одна и вторая Посередине они просто закрыли Вот какой-то резиной Закрыли полусухой стяжкой Или бетоном, я не знаю здесь Но, видите, это им не помогло И гидроизоляция здесь видна Невооруженным взглядом Это у нас выход из паркинга И вот здесь, обратите внимание Застройщик выливал лестничные марши И здесь у него проблемы Один из жилых комплексов Это недавно смотрели Ссылку оставлю Где вот самый убогий лестничный марш Вот это один тоже Второй, наверное, номер два По убогости Только обратите внимание Как можно не любить своих жителей Сделать все криво, косо Ну и, конечно, вход заставить Наверное, старыми стеклопакетами Чтобы потом каким-то образом Их утилизировать Да, неприятно, когда Ставят здесь автомобили А у тебя все в воде При этом я нигде здесь не вижу Систему пожаротушения Но зато я вижу Что прямо вот на ригеле Здесь закреплено Электрическое оборудование Вот они, распаечные коробки И здесь, друзья, все в воде Датчик на дым Вот он мигает Надеюсь, что он хотя бы работает Где система пожаротушения Которая здесь должна быть Я, честно говоря, не вижу Вот есть приток вентиляции А если, не дай бог, произойдет что-то Как это все будет потушено Ну да, да Вот житель показывает Да, вот все в воде То есть она в гофре Но гофра где-то все равно там есть И она не может быть там километров в длину То есть где-то это проходит Ну вот это кошмар И здесь видно, что это реально уже давно Вот здесь аналогичная ситуация Вот там в углу И вот мне, например, непонятно Вот когда, если не сдай бог Вот что-то загорится То есть просто кто-то зажгут Мальчики там бумажки какие-нибудь И как это все сработает Где система пожаротушения Я здесь ее просто не вижу Ну вот ливневка есть Вентиляция есть Где она Как они планируют, что здесь нужно тушить пожар Пожарные шкафы вот они Это сколько там? По 100-200 метров длина рукава должна быть? Ну, как-то да И были 6 миллионов Да, без ремонта, без ничего Ну вот, Сочи, во дворе что прикольно Как и отметили люди То, что вот огромная песочница Это плюс Но для меня, например, большой минус Что это нет кустов даже Нет нормальных большого количества деревьев Где можно пройтись и почувствовать себя Приближенному к природе Ну и вот видите, тоже странно Вот первая очередь Вот они второй дом, который сдали в апреле этого года И вокруг одна стройка Аквилон здесь строят У них тут чуть дешевле Квартира от 5 миллионов Там 100 тысяч рублей Здесь, конечно, чуть дороже Ну и, конечно, видите Какое классное качество Даже уплотнитель вываливается Он хочет отсюда просто убежать Вот он, один, друзья, из приемков Ну, здесь, когда заходишь Видите, вот они тут Дополнительно мазали герметиком Чтобы нигде ничего не сочилось Идешь И здесь сразу чувствуется влага Здесь как в парнике Сверху ЦСП Ржавый металл А здесь они, вот видите, бетоном покрыли гидроизоляцией Для того, чтобы видно Бетон не втягивал воду Заходим сюда Вот здесь, смотрите, сколько просто влаги Просто вот все в воде Сантиметра два, наверное Идем, идем, идем И вот, видите, она не течет вот туда вниз Вот в эту дырку Сейчас вам ее тоже покажу Потому что здесь вот такая яма Ну и обратите внимание на лестничный марш Тут хотя бы, спасибо, более-менее ровные ступени Но у нас такое ощущение, что кто-то был голодный И просто все повыгрызал Самая низкая точка Вот сюда должна уходить вода Но вот я не знаю, куда она здесь уйдет Здесь сгнившая арматура И такое ощущение, что дальше она просто не течет То есть сделали для вида Но зато Вот здесь сетка, штукатурка Если это все, естественно, мокнет Потом будет отваливаться Вы будете это все, друзья, ремонтировать За свой счет Ну и как жильцы сказали правильно Что, вернее, не жильцы Они соседнего дома хотели паркинг взять Но как-то это Плавать в воде по колено Никому не хочется Фасад здесь монтируют по технологии мокрого фасада Клеят базальтовый утеплитель Крепят грибками Сетка, штукатурка Несколько слоев окраска Специально есть нижняя планка Она металлическая С перфорацией Для того, чтобы влага уходила Но здесь снизу виден обычный брусок То есть здесь застройщик так экономит Что даже не смог себе позволить Приобрести нормальный материал Вот-вот отсюда видно Очень хорошо виден этот брусок, друзья Ну, у меня, конечно, нет слов от увиденного Потом, знаете, когда вот этот низ будет весь и мокрый На уровне второго этажа Не удивляйтесь Потому что мы знаем с вами Дерево отлично впитывает влагу Ну и потом, куда уходить этой влаге Если Некуда То вот здесь тоже видно Как базальтовый утеплитель Видите, он такой волновый здесь идет местами То есть где-то что-то То ли приклеили криво-косо То ли еще что-то Ну и когда смотришь на сам фасад Ну вот как-то это Его штукатурили Такое ощущение, что разные бригады И вот здесь мне еще непонятно Вот почему здесь такие следы от влаги То есть это сверху что-то текло Как это так произошло То есть где-то у них что-то затопило пошло Или так сильно косой дождь слил И вот это все намокло Ну как-то странно и до сих пор держится Такое ощущение, что, знаете, вот это все находится под штукатуркой Вот здесь обратите внимание Во-первых, качество бетона А когда возводят новый дом У него новая опалубка И вообще первые этажи идеальны Здесь все криво-косо То есть они применяют старую опалубку Вообще не запариваются Если обратите внимание на стык, где утеплитель Там, знаете, вот он тоже такой весь волной идет Здесь мы видим сетку Когда вот монтируют, ставится планка Под нее заводится сетка И сетка загибается вот сюда уже сверху Есть определенная технология Она у всех примерно Производители этого материала плюс-минус одинаковая Но это делается везде и у всех Здесь мы просто видим выпуск Пусть они потом, ну, в лучшем случае подвернут В лучшем просто обрежут Или вообще так оставят и не запариваются Ну, не они же здесь купили квартиру Ну и здесь вот видно по качеству бетона Вот сейчас приближу Оп Ну вот сами смотрите, друзья А я просто помолчу И буду ждать ваших комментариев У застройщика написано типа Мое Кудрово, да Кудрово-то может быть и мое Но жить хочется за свои деньги в хорошем и качественном жилье Вот то, что я смотрю Да, это все мелочи Но их очень тяжело исправить Чтобы исправить этот фасад То нужно частично его демонтировать И собрать заново Ну, что достаточно дорого И кто это будет делать Поэтому пока есть гарантия Обязательно обращайтесь Чтобы не оставить это на самотек Ну и здесь из плюсов Есть продуктовый магазин Куда хотя бы можно выйти за хлебом И, возможно, молоком Перемычки мы видим из обычного черного уголка Окрашенного Что тоже, я считаю, не очень правильно Лучше ставить тогда уже из бетона Металл имеет свойство ржаветь Но здесь, по крайней мере, хотя бы видно Что, на первый взгляд, неплохо все зачеканено Примыкание самой, соответственно, кладки к бетону Но, конечно, меня всегда добивают вот такие убогие заборы Колючая проволока Такое ощущение, что это, не знаю, здание ФСБ Там здесь военные находятся А не как обычный объект, который строится Так как здесь просто заезд Нет тротуара То вот выложены вот так плиты Вот так прикольно, с змейкой И по ним ходят все Здесь растет ромашка Колючки А вот там покажу вам огромное количество борщевика Дома от строительного треста По мне выглядят достаточно просто Но ничего не видно, что где-то что-то бы поотваливалось Здесь находится продуктовый магазин Сетевого ритейла Он, в принципе, практически, можно сказать, через дорогу от комплекса Поэтому это достаточно удобно Вот пока иду, смотрите, друзья Твоя квартира, твои друзья, твою кудровую Вот мне было бы сюда стыдно привезти своих друзей Видно, что вот мокрая То есть влага попадает под штукатурку, скорее всего, поэтому на такого цвета Здесь сейчас происходит монтаж окон в лоджиях Здесь тоже монтируют И, кстати, вот эти угловые окна достаточно прикольные Но сразу обращу внимание Первое это Неглубокие лоджии и балконы И вот это, посмотрите, вот на это, друзья, красоту Прямо в центре кадра, обратите внимание Ширина выхода на лоджию просто минимальна Вот лужа после дождя Здесь обычная глина Здесь растет красивая ромашка И вот здесь, среди деревьев, кустарника, растет борщевик Значит, если кто-то из вас не знает, что такое борщевик и чем он опасен Я вкратце расскажу Сок, когда попадает на открытые участки кожи Потом, когда на него еще на эти открытые участки кожи После того, как попал сок, попадает солнечный свет Происходит химическая реакция И получаются такие термические ожоги Вот здесь я не понимаю Вот здесь есть администрация, есть застройщик Почему они это не выкосили, не убили, не вырубили Для меня остается загадкой Дом сдали, а территорию с апреля облагородить забыли Но, конечно, сейчас не сезон сей траву, которая здесь не выросла И обратите внимание, что вот это вообще такое Здесь танки ездили, БТРы Березка, понимаю, здесь росла Вот здесь борщевик тоже рос Все так и осталось Но зато класс энергоэффективности Б высокий Здесь мы с вами видим аналогичную отмостку из асфальта Пожалуй, самое дурацкое решение, которое можно было сделать Если обратить внимание на фасад, то здесь также видно, что он такой, знаете, совсем разный Видны стыки, что это, знаете, такое ощущение, что все доделывали потом Заляпанные двери Это вход, убогий такой вход в подвал Коммерция Вот вход в подъезд, друзья Вот здесь реально без полулитра не разберешься Где вход, где вообще написано Где указатель Подъезд номер такой-то, квартиры такие-то Вообще ничего нет Здесь, видите, вот из плюсов, что визит, видите, наверное, услышали меня и сделали во второй очереди чуть ниже Вот здесь сразу удобно Система допуска О, хоть дверь закрыта Сейчас попробуем зайти Посмотреть, что здесь внутри Ну, с фасадом аналогичная ситуация Вот он, обратите внимание Вот такой, видите, весь кривой Ну, вот, не знаю, почему они так сделали Вот здесь интересная технология Вот видите, вот он Вот она сетка Они здесь даже не доштукатурили Тут фиг поймешь, что Внутри там, по идее, такой прокладывают ровный материал такой гибкий Чтобы он не разорвался И вот здесь он Как-то, конечно, очень это все Странно сделано Обратите внимание, он просто весь кривой и косой Вот сейчас увеличу Смотрите внимательно Вот туда однозначно будет попадать Там грязь заносится Все, я не люблю, что ли Через здесь там деревья повырастают Вот в этом углу Ну, жесть, конечно, какая Все криво-косо Почему они так делают Куда там смотрит технадзор Куда смотрит госкомиссия Вот мне непонятно Ну, вот здесь тоже, да Вот такое ощущение, что Вот это просто какая-то нашлепка дополнительная Штукатурка, блин Была бы, знаете, они просто накидали Здесь тоже ничего не отмыли Вот эти лампы, как в советских ванных комнатах Ну, это страх какой-то Вот эти со временем места будут Сейчас осень пойдет, они будут мокрыми И все когда-нибудь отвалится Ну, аналогично можно посмотреть и здесь Как качественно это сделано и отмыто Вот даже, видите, пленку не удосужились снять Вот интересно, эта пленка есть по проекту или нет? Как сдавали дома Здесь уже кто-то пытался пролезть Сверху выламывать Вот тоже вход Понятно, что в квартирам номер 13 Пожар, все, больше ничего нет Где, куда, чего заходить Вообще непонятно Как они это все так делают Ума не приложу Ну, вот здесь тоже следы влаги Вот он, не следы влаги А нет, это они что-то, видно, делали Подкрасили Ну, вот здесь на такие элементы смуж Да Сделать по-другому просто не могли Фантастика Ключи от вашей квартиры 50 метров Боже упаси Входная группа Аналогичная ситуация Вот, можно понять, что это вход Только по грязной отделке И по системе допуска от визит Ну, это одно из недорогих, что вообще можно было поставить Криво, косо Почему даже здесь хотя бы на первом этаже не сделать ровно? Вентиляция Все вот тоже в грязище Ничего не отмыто Ладно, давайте заходим Здесь тамбур Где, обо что вытирать ноги? Почему это так все делают? Здесь, скорее всего, колясочные Здесь вообще ничего не написано Вот, здоровый материал лежит Вот знаете, когда вам делают ремонт Плитку затерли Потом это все вытирает Но здесь даже никто этим не озаботился Гофру вот так провели Почему сразу это не спрятать внутри? Почему не сделать, чтобы красиво было людям? Ну и, конечно, вот этот сделан такой псевдопотолок По мне как-то не очень интересное и правильное решение Но зато, вот видите, вот здесь есть такой порожек Об который точно можно споткнуться И когда закатываешь коляску То это не очень удобно Здесь, по идее, что-то должно быть Но вот здесь, кроме краски, больше ничего нет Проход к лифтам О! А здесь рукава однозначно украли А были ли они здесь? Вот, он даже не открывается, друзья Все уже сломали и сдали дом Здесь мы обращаем внимание, что ящики уже идут заподлицо То есть это, конечно, плюс Есть вот такая подсветка Слушайте, сделали прикольно Распашные двери Ну, обычно недорогие, металлические Без фурнитуры А зачем нам фурнитура? Когда они будут постоянно открыты? Обратите внимание Ручек просто нет Как и замков Просто дырка Ну, здесь спасибо, что есть Зеркало Неотмытая плитка И лифт А вместо указателей, на каком этаже находится лифт Здесь просто торчат провода Во многих домах мы видим с вами вот такой ящик И здесь переговорное устройство Если, не дай бог, происходит ЧП Застрянете в лифте То сотрудники МЧС смогут с вами пообщаться Или пообщаться с МЧСником, который есть в лифте Но почему не сделать это было заподлицо Так же, как и почтовыми ящиками Почему это нельзя было хотя бы окрасить Чтобы это имело другой цвет И смотрелось бы это, друзья, совсем-совсем по-другому Лифт Отис Красивенько все Почему управляющая компания с апреля месяца Как приняла этот дом во временное управление Три месяца, не смогла ничего сделать Красивая подсветка Сэкономлена Одинстой датчик всего лишь То есть, в первом доме мы видели Что в лифте вообще этот датчик есть Но он не работает То есть, надо менять Надо что-то с этим делать Здесь лифт улучшение Китайский Но едет шумно Его нужно нормально настроить И когда он останавливается Чуть-чуть небольшой есть порожек То есть, его нужно поднастроить Зеркало заляпано Так как лифт расположен вот так А не вот так Когда затаскивать будут длинномерные предметы То могут его разбить Ну вот, обратите внимание Вот она, небольшая ступенька Обычная панелька Только с высокими потолками Но здесь плюс, видите Что не так торчит Как мы видели с вами В первом доме А здесь звонки Самые недорогие Которые есть И возможно было поставить В нумерацию квартир Вообще не нужно ставить Это дополнительный расход застройщику И зачем это делать Если уже и так Практически Все продано Ну, про отмытую плитку Я, друзья, вообще молчу Нет переходных балконов Это плюс Но зато есть вот такие марши Их просто даже никто не отмывал Наверх можно подняться Вот она По такой лестнице Лестница нормальная Но она, друзья, не отмытая Если бы отмыли Смотрелось бы совсем все по-другому Ну и, конечно, оставили потомкам Видно мусор Кому-то это точно нужно Здесь мы с вами Спокойно выходим на кровлю Ох, как тепло Отсюда, кстати, прекрасно видна Вся стройка Соседний дом Вот здесь уже аквелон возводят Видите, здесь стены Из непорезованного кирпича Из газоблока И межкомнатные стены Тоже из газоблока Кат Вентиляция обычная Когда будет на улице тепло В квартире тепло Ничего не будет работать Оставленный мусор Причем достаточно много мусора Уже ржавчина И вот здесь видно Как классно сделали Гидроизоляцию Вы только обратите на этот Прекрасный шов Но зато, друзья Здесь лента В шаговой доступности Мы все покупаем дома Исключительно ради того Чтобы здесь быть Я, к примеру, не против ленты Но вот обратите внимание Это обратная сторона ленты Сюда подъезжают поставщики С товарами Вот у них помойки Будет вонище Если что-то испортится Будет постоянный шум Приезжает и ночью И днем И утром Мое кудровое На фасад весь такой кривой Здесь сделали Видите, вот тоже Тут бетон вообще голый Остался без штукатурки Пену нужно было закрывать Не закрыли Вот здесь аналогичная ситуация С пеной И здесь аналогично Красавцы Так и строят наши дома Так, лифт занят Пойдем пройдемся пешком Ну вот обратите внимание Да Здесь даже нет плитки Ну ладно То есть могли бы просто покрасить Вот это с ними Почему так все криво Неровно Это же, блин Делают за наши С вами деньги Ну вот отсюда, видите Вот строители ходили Два года пока строили Вот все Испачкали Надо было отмывать Но никто об этом Не подумал Здесь уже наводится Нет нумерации Не понимаешь На каком этаже Находится лифт Но зато отделка Вот само обрамление Темного цвета С белым смотрится Намного симпатичнее Запах краски Из плюсов Конечно Здесь небольшое количество Квартир Раз, два, три Четыре, пять И вот здесь внутри Так как здесь один Из архитекторов Финский архитектор Очень мне это все Напоминает Юит Но там лишь Чуть ниже потолки Два, семьдесят Аж на целых Тридцать сантиметров Но в Юите Все чисто и красиво А в Айде Кудрово Видите Все сами На своих экранах Таскали Заболевали цементом Другого слова нет Испачкали все краской Все бросили И сдали О граждающих конструкциях Держится крепко Они самые простые Такие мы видим в панельке А наверху Вместо поручни Кусок линолеума Смотрите внимательно Здесь ощущение Что взорвалась Цементная бомба Заляпала Весь лестничный марш Вот друзья Еще спустился Пару этажей вниз Вы обратите внимание Здесь все в таком состоянии И знаете Что будет делать Ваша управляющая компания За ваш счет Они это все естественно С радостью отмоют Заплатите большое количество денег Но это должен был Сделать застройщик Давайте немножко расскажу После того как сдали дом Застройщик выбирает Управляющую компанию Как правило проводит тендер Либо ставит свою По тендеру получает Деньги за это И он соответственно Передает управляющей компании Во временное пользование На три месяца Этот комплекс для обслуживания Управляющая компания У застройщика Принимает комплекс Везде ходит Сует свой нос Принимает Где-то они там Составляют акты Гарантийные письма Что он там где-то Что-то когда-то Лет через миллион Это все переделает Ну и соответственно Делает свое голосование И мы голосуем И мы голосуем И именно за эти Управляющие компании Вот для того Чтобы нормально голосовать И вообще Нужно всегда думать И не подписывать Все подряд Нужно узнать Есть ли в своем доме Инициативная группа жильцов Которая готова Безвозмездно отстаивать Или там Возмездно Права Всех законных Собственников Для того Чтобы вы Друзья Жили в комфорте Напомню Что после покупки И принятия квартиры Мы соответственно Жилищным кодексом Несем Бремя содержания То есть Мы платим деньги За содержание Которое Я вам сейчас покажу Вот оно друзья Вот так сдают Потом нужно платить Дополнительно Чтобы это Все очистили Вы как считаете Так должно быть Когда они сдают Не должно быть Вот этого всего Что мы видим с вами Как можно Сдать систему отопления Когда они Даже хорошие радиаторы Не расчехлили Вот Мне честно Непонятно Вот дом Буквально 20 метров И строит соседний Вот я лично Считаю Что это опасно По мне Все вот эти дома Должны были сдать Одновременно А если вот сюда Посмотреть дальше То у аквелона Конечно Фасад из кирпича Смотрится По крайней мере В этом месте Намного симпатичней А эти кудрово Смотрится Как-то знаете Ну не сказать Чтобы обыденно Но достаточно Просто Как и дома От Юитта Но если в домах От Юитта Вот этого нет Качества Которое есть Здесь И не забывайте Что за это Качество Мы платим Своим кошельком Здесь парковка Немножко Немножко Совсем Деревьев Чтобы было А вот там За забором Борщевик Ну а здесь Просто лента Отделилась От жильцов Ну вот мне бы Не хотелось Видеть вот такую Территорию Без газонов С апреля До сих пор Друзья Трава не выросла Как сдали дом И видя территорию Вон видите Как красиво Вырос Борщевик Сейчас мы Сюда пройдем Вот на такие места Смотрите Как классно Прямо туда Будет заливаться Туда водичка И вот это Видите На первом этаже Если они здесь Не постарались Все это вылезать И сделать красиво Что же говорить О высших этажах Где почти этого Ничего не видно Здесь небольшое Есть количество Кустарника Скамеечки Вот такая прогулочная Зона По бетонным Плиткам Эко Газон Как я называю То здесь Видите Прикольно Вот такая плитка И среди нее Растет трава Смотрится классно Но с детской площадки Ты будешь постоянно Смотреть Вот на это Где не хватает Только вышек С собаками И автоматчиками И пулеметчиками Первые этажи Напомню Это коммерческие Помещения Да Выглядит все Конечно Не так все Радужно Как на рендерах Застройщика Вот я вот сейчас В голове Вспоминаю Как выглядит Рендеры застройщика И они Выглядят Совсем По другому То есть Когда их смотришь Хочется приобрести А здесь Когда смотришь Какого-то Большого желания Приобретать Где я вижу Ленту Колючую проволоку Синий убогий забор У меня почему-то Желаний нет Но отмечу Вот что я пока здесь ходил Управляющие компании Сотрудники Косили траву Убирали траву Вот здесь немножко осталось Понимаю Что уберут Асфальт Спасибо Хоть сделали Хорошо И пока ничего Не провалилось Вот тоже Да вопрос С данным домом Большое количество Стройматериалов То есть Вот видите Здесь видно Меняют по гарантии Тут Это или люди Или строители Или от застройщика Ого Смотрите Вот я только говорил Что лучше бы покрасили Вот они видите Здесь взяли Окрасили Я не знаю Это окрашивает Управляющая компания Или это окрашивает Застройщик Вот кто знает Напишите пожалуйста В комментариях Ну конечно Качество Оставленное от застройщика Желает оставаться лучшим Был доводчик Все демонтировали Тут демонтировали Все в грязи Вот видите Напыляли краску Вот так все это осталось И даже не могли Это нормально укрыть Саша Пойдем я покажу тебе Как здесь все устроено Ну здесь Ощущается сильно влага Мы видим Что здесь Фу Очень неприятный запах Болото Комары летают Нормально все Дверь ужасная Она просто ушатанная Ее нужно по гарантии менять Ой здесь открыто Пошли смотреть Ой здесь хорошо Прохладненько Обратите внимание Вот он Стеклопакет Оконная рама Уже Дала трещину Зачем-то здесь Должны сделали Планку под установку Подоконника Которого здесь нет Это бетон Ну вот здесь видите Окна они кстати Монтируют на специальных Направляющих Это плюс И здесь парализационной Мастикой Все закрывает Но здесь Цемент Пароизоляция Все тут в трещинах Ну конечно Вид так себе Кирпич Кирпич Кладут его соответственно На цемент Тут у нас Должны быть Рукава Для пожаротушения Я честно говоря Даже не сомневался Что здесь нет Криво То есть они вот здесь Видите Наплывы То есть все Криво Косо В самых нижних частях У нас находится Мусор Здесь понимаешь Что текла вода При этом Обратите внимание Ничего не подписано То есть не понимаешь Где вообще Что находится То есть Что за этой дверью Где Чего Качество бетона Ну вот Я бы не сказал Ну я видел лучше Намного лучше Есть застройщики Которые это делают Вот я именно поэтому За панельно Монолитные дома Где бетон Заливают На заводе Но здесь видно Тоже видите Текло Окно открыто Скорее всего Для вентиляции Вот мужа какая-то То ли после дождя То ли после чего-то Вот двери Не подписаны Вот вопрос Как сдавали Где эвакуационный выход Почему здесь не написано Что выход туда Если задымление Как я вообще должен понять Куда мне идти Вот просто хожу По какому-то Бомбоубежищу Непонятно Здесь реально Тоже можно заблудиться О ИТП Индивидуальный Тепловой пункт Ой Здесь все открыто Друзья Вот так работает Ваша управляющая компания То есть Вместо того Чтобы принять И закрыть Все у них открыто Подпитка Атол Расширительный бак Насосы на тепло Вот они Щетчики Там вдалеке стоят Не пойдут Страшно как-то Находиться Если честно Еще один выход Дверь приоткрыта А Смотрите Смотрите Как здесь классно Все сделано Там утеплитель На гипсокартоне Вот эта шуба И вот здесь Видите Чуть-чуть Не дошли до Лесничных маршевров Чуть-чуть Ну закидали Вот таким-то Песком Вот смотрите Вот это с него Насыпалось То есть Представьте Из чего Из чего это Просто один песок Как это все держится Пока непонятно Когда это рухнет Вот обратите Светильники Плафоны Они их тоже Все вместе с гофрой Все покрыли Обычно Везде есть надписи Где, чего Это все сделано Нормально Здесь такое ощущение Что как-то Все знаете Кустарно сделано Маркером написали Ну что вообще За безобразие А вот это Похоже На интернет кабель Да Вот видите Как это все Да уж Ну друзья У меня честно говоря Нет слов Вот сюда может Зайти любой Посмотрим Вот это Лифтовая шахта Вы только обратите Внимание Вот так сейчас Камерой пройдусь Посмотрите Как вы считаете Вот это все Должно быть Качественно Зачеканено Вот здесь видите Они начали зачеканивать А здесь решили А нафига Мы и так Сдадим дом Здесь закрыто Блок источника Резервного питания Все открыто Проторчат провода Вот здесь Гофу пустили Одну на другую То есть нет Нет никакой красоты Вот здесь Что-то такое было Скотчем обычным Заклеено Да Я конечно Честно говоря Это тоже Знаете Вот дом На львовской Катакомбы Здесь чуть меньше Катакомбы Но тоже Идешь Открытые ТП Вот здесь Стекловода Вот это у нас Выход Это у нас Скорее всего Этот Ливневка И вот здесь Обратите внимание Какие стаканы Все уже в ржавчине Почему сразу Не сделать хорошо Почему вот это Они сделали Видите Криво Косо Наварено Почему сразу Не сделать ровно Сломали доводчик Блин Ну как Подвес Даже кривой То есть знаете Им нужно было Сделать Как можно Дешевле За наш С вами счет А вот они Вот они Нашлись Друзья Их не украли Их просто Не положили Пожарные рукава Слушайте Ну Ровненько Сложили стенку Молодцы Почти Почти Ну-ка Бетон Тоже почти Да уж И вот так знаете Ходишь Вот на это все Смотришь Ну хотя бы Спасибо Вот видите Тоже Здесь было Отверстие Технологичное Как его Закрыли Криво Косо Все должно Быть ровно Аккуратно Теплоизоляция Должна быть Нормальной Без всяких Обрывов Ну вот здесь Знаете Вот видно Они проводят Тендер Набирают всех Как можно Дешевле Чтобы это Было Вот нормально Это в доме Огрызки проводов Монтажники За собой не убирают Видны следы От влаги Вот здесь Влага стояла Вот она стояла Вот от нее Следы Вот идут Тоже следы Друзья Ну как так Здесь тоже Все открыто Вот торчат Провода У меня вот Честно говоря Даже сомнение Что-то здесь Работает Вот здесь Подвесы стоят Что-то должно Было быть А этого нет То есть Либо убирайте Ну я не понимаю Вот этого всего Отношения На этажах Еще более-менее Видно А вот здесь Обратите внимание Ну почему Вот так Это все происходит Вот здесь Обратите внимание Просто был потоп Здесь должен быть Погружной насос Его просто нет Для него даже Сделали розетку И текло Похоже Откуда-то С труб Наверное Да Или отсюда Текло Ну вот тут тоже Да Здесь все в ржавчине Просто все в ржавчине Здесь все в ржавчине Вот это Это называется Смонтировали Смонтировали Противопожарную Муфту Обратите внимание Труба Круглая А смонтировали В виде Рыбки Не дай бог Что-то Она возможно Не сработает Так как должна Молодец Застройщик Ну и кладка Стены Вот здесь видите Когда свет светит Видно Вот так все Криво Косо Ну насрать Зато видите План начертили Какой-то Хулиган Женя Чем здесь Занимались Строители Занимались Фигней Тратили время Вместо того Чтобы О видите Арни Убитый Но не Вами Ленина Стрит На Здесь они Отдыхали Ели Курили Ну а вот здесь Можно обратить Внимание На Переход Вот он Две секции Здесь видно Что уже Пытались заделать Протечки И не раз Вот мы с вами Ходим Вот такие Должны быть Нормальные бирки Все должно быть Подписано На хомутах Чтобы ничего Не потерялось Ржавые стаканы Выглядит все Не очень-то красиво Как должно быть Здесь мы видим Что видите Тоже Вот они Заделывали Заделывали Зачеканили Но ничего не Помогло Все как текло Так и текло Весь цемент Повытекал Смотрим Направо Аналогичную ситуацию Все в воде Новый дом Вот скорее всего Дождь прошел Сегодня он там Ночью шел Вчера шел И вот это все здесь А скоро наступит Питерская осень И дожди И дожди И дожди будут С утра Готовы втюхивать Готовы втюхивать Это говно Которые не знают Нормально объектов И не едет Я не хочу Я хочу дома Спать спокойно И не думать о том Что я кого-то Обманул И продал Вот в таком Извините Говне Вот оно Качество Остатки пены Вот здесь Знаете Такое ощущение Что Как могли Так и сделали Гофру Обгрызли Здесь стяжкой Такую закрыли Блин Таким хмутом Блин Ну вот это все Вот туда наверх Вот сразу вопрос Звукоизоляция Все вот это качество Обратите внимание Вот они Вот бетон Вот бетон Сантиметров пять Они в сторону съехали Как вы так делаете Здесь у них все потекло Вот оно Все эти потеки Здесь стекло Бетон тек Влага текла Вот все вот так делается Как-то вот Вот здесь видите Прямок тоже в воде Вот это последствия Потопа какого-то Вот здесь смотрим Знаете Такое ощущение Что зомби какой-то лежит Это пакля похоже Да Которые здесь вбивали Вот они видите Вот оно все текло Они пытались это сделать Вот не знаю Только помогло или нет И вот я иду Друзья Я не вижу Ни одного указателя Выход где Где выход Где указатель Это тот Это тот Вон Зато еще видим Пожарные рукава Вот они лежат Вот они здесь Все в воде То ли ими отсасывали Отсюда влагу Смотрите Все просто в воде И это ваш подвал Куча мусора Влаги И вот здесь видите Все одинаково Вот смотрите Как это все должно работать Если вот она Слаботочка Вот она Вот этот 220 провод Вот еще один Все открыто Даже нет никакой Изоляции Вот это все открыто Сюда так же может Как и я Зайти Друзья Любой Почему это так Вот вам качество бетона Вот оно Обратите внимание Вот ваши пожарные рукава Которые мы должны Тушить пожар Если не дай бог Что-то произойдет Грязь Все в воде И вот здесь Их точно нет О Но зато есть Коробочка от лампочек Здесь какие-то подарки Оставлены Гофру с проводами Кусок трубы Знаете Такое ощущение Что сделано Чтобы лампочки мигали Что типа все работает А остальное Наплевать Да Не очень приятно Конечно Ходить по Мокрому Влажному Затопленному Подвалу Вот тоже все в воде Сверху вроде все сухо Но вот это Вот здесь Инженерные системы Я понимаю Почему нет фотографий Потому что здесь все убого Если в Верин Виллаж Там все красиво Открыто И пожалуйста смотри То здесь конечно Нет слов Идем дальше Вот аналогично В воде Швабры валяются Тут в воде Здесь вот у нас выход Двери не подписаны Вот Тут открыто Смотрите Вот открыто Краской покрасили Вот прям по грязи Вот что это такое Вот видите Здесь погружной насос Вот здесь датчик Стоит вода Почти до самого верха Он должен давно был сработать Ну как он может сработать Если это все отключено Либо насос не работает Либо они специально Здесь вредничают Датчики Каску оставили Здесь валяется Лестница Здесь тоже все в воде Вот я иду Чувствую Знаете Как вот оно Пример Вот оно ходит Краска Смотрите Вот оно Вот И здесь Обратите внимание Тоже как все текло Вот прямо Вот отсюда Все лилось Мокрый пол И качество было такое Что Уже уходит краска То есть они когда покрывали Не обеспылили Вообще ничего не сделали Вон тут что-то Ошибка Что это он тут выдает Вообще непонятно Что это Куда зашел Что за катакомбы Понятно Доводчик тоже Зачем Зачем он нужен Двери Здесь тоже Видите Вот оно Здесь куча мусора Здесь такое ощущение Что еще идут Строительные работы Кто-то пьет водичку Лесенку поставил Ооо Шарзот Знаете как ДМБ 2002 Вот здесь Вот такие же надписи О господи Очень неприятные Запахи Очень неприятные Хорошо что камера Это не передает Да Слов нет Друзья Сверху это смотрится Чуть лучше Чем внизу Ну вот это кстати Отличный показатель Отношение застройщика И качество Новостройок Ну вот здесь мы видим С вами аналогичную ситуацию Текло Значит Когда монтируют опалубку Их крепят через специальные Вот технологические отверстия То есть туда проходит труба Болтом это все зажимается И соответственно Когда в бетон заливает Это не расширяется Никуда не уходит Вытаскивают И должны это Хорошо зачеканивать Но здесь похоже Промазывают только сверху Потому что Вот если обратить внимание Вот отсюда Как раз все это и течет Вот они видите Сверлили Пытались что-то исправить Не знаю Получилось у них или нет Покажет время Но вот здесь Видно влага И влагу мы видим Также по остальному Подвалу То есть конечно Понимаю Что скорее всего Они это Не исправили Но вот такое конечно Само отношение К этому всему По мне это как-то удручающее Почему вот так Знаете Они относятся То есть Мы покупаем квартиры Дорого покупаем Берем ипотеку на 30 лет А вы нам Сдаете Все открыто Заходи кто хочешь Делай что хочешь Вот грязь Сейчас выйдем Сделаю пару фотографий Вот решил ради интереса Пройтись Посмотреть Что с соседним комплексом Ему уже не один год Друзья А внешний вид Достаточно презентабельный Не видно чтобы Что-то где-то отвалилось Где-то пошла На граждающих конструкциях Ржавчина Фасад смотрится Как будто сделали Только вчера Ну вот как-то Если вам сдали Аналогично дом Есть какие-то Нерешаемые проблемы Давайте это все Осветим На моем канале Покажем Дом лицом И только тогда Я полагаю Застройщик И управляющая компания Начнут Хоть шевелить Своими булками Друзья Рад был вас всех видеть Обязательно поставьте лайк Не ставьте дизлайк Поделитесь ссылкой На это видео А я с вами Как обычно Не прощаюсь А говорю До скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова